Арбитражный суд Бурятии в течение пяти дней рассмотрит заявление Банка Москвы о признании авиаремонтного завода банкротом. Примет суд иск или нет, станет известно, скорее всего, в понедельник. Судья единолично принимает решение о принятии, то есть он будет изучать все предоставленные документы и на основании этих документов принимать решение. Процессуально у должника должны быть признаки банкротства, это как минимум кредитная задолженность в течение полугода, более трех месяцев и полугода, и превышающую сумму полумиллиона. Но если кредитор отвечает этим требованиям, то у суда есть основания принять это заявление к производству. Сумма спора 14,5 миллионов рублей. Предприятие задолжало по кредиту, который брался под залог недвижимости. Одного из корпусов предприятия на улице Хоринская. Задолженность возникла в связи с тяжелым финансовым положением завода. Отметим, что частично уладельское предприятие все-таки гасило долги. Несмотря на это, суд первой инстанции взыскал деньги еще в декабре 2014 года. Затем были обжалования. Поэтому исполнительный лист поступил к судебным приставам Бурятии только месяц назад. В настоящий момент устанавливается имущественное положение должника. Судебным приставам направлены запросы во все регистрирующие учреждения у наличия движимого и недвижимого имущества, а также направлены запросы в банки и кредитные учреждения у наличия расчетных счетов в указанных учреждениях. В случае, если в отношении должника арбитражным судом будет проведена процедура банкротства, то исполнительное производство будет окончено, и исполнительные документы будут направлены арбитражному управляющему. Если есть признаки банкротства у предприятия, то в течение объявляется конкурсное производство, назначается конкурсный управляющий. В зависимости от объема имущества от трех до шести месяцев, может быть, это конкурсное производство объявлено. После конкурсного производства идут реализации имущества и погашение долгов кредиторов первой очереди, второй, третьей очереди. Как пишут республиканские СМИ, никаких предупреждений о готовящемся иске завод не получал. Их заявление о банкротстве там считают преждевременным. Нам же получить ответ от руководства не удалось. У нас руководство сказало, что комментарии пока не даем. Как отмечают юристы, стороны могут пойти на мировую на любом этапе производства. Тем не менее, перспектива банкротства более чем реальна. Алина Чертарова, Юрий Шабаганов. Первая. Альтернативная.